Еще тогда мы сознавали безысходность нашего положения и только по этой причине широко открыли двери перед большевиками. Выше я упомянул, что наши надежды не оправдались ни политической, ни экономической помощи от России. Мы не получили. Речь идет опять о первом периоде. Например, большевики не защитили Армению от Турции и своей подписью расифицировали Александропольское соглашение, которое мы вынуждены были заключить под угрозой физического уничтожения. Это так. Но уважали бы турки соглашения и под различными предлогами и требованиями. Их нетрудно создать. Не пошли бы дальше, если бы большевики не заняли страну, и мы одни остались бы против них. Что могли бы мы сделать против таких намерений? Мы побежденные и обессиленные, потерявшие всякий авторитет как в стране, так и вне ее. В конце осени 1920 года мы, как правительство и как партия, исчерпали все свои силы, очутились в тупике. И если бы большевики опоздали, мы должны были бы призвать их, ибо сами уже были бессильны. А в стране не было другой силы, могущей заменить нас в эти дни. Посмотрим результаты. Два с половиной года мы управляли страной. Приблизительно столько же времени управляют большевики. Мы вели войны с Грузией, с Азербайджаном и Турцией. Большевики не воевали. Мы имели беспрерывные многочисленные стачки в Агабабе, Зоде, Зангибазаре, Эдибазаре, ущелье Милин, Шарури, Нахичеване, Зангизуре. Большевики не имели внутренних стычек, кроме стычек, связанных с февральским восстанием. Мы постоянно держали страну под оружием в беспрерывных войнах, занимали все рабочие руки на театрах военных действий в то время, когда имели большую нужду в творческой работе. Большевики освободили народ от этого ужасного положения. В наше время народ уничтожался на войне или погибал с голоду. Мы разорили такие богатые хлебом пункты, какими были Шарури и Веди. Такой богатый скотом пункт, как Агабаба, разорили, не пользуясь этими богатствами. Урожай 1920 года, единственный щедрый урожай, ожидавшийся после голодных годов, отдали вместе с другими богатствами армии Кезим Карабикир-Паши. А сегодня слышали, слышу, что Армения уже сыта, почти не нуждается в хлебе. И верно, ведь народ имел время посеять и пожать. Мы много старались, но не смогли восстановить более или менее регулярные сообщения с внешним миром. Закавказские железные дороги фактически были закрыты для нас. Большевики открыли дороги. Через Джульфу сегодня и Реван сообщается с Персией и Азербайджаном, через Баку с Восточной Россией и Закавказскими странами, через Батум с Южной Россией и с Европой. При нас Армения была погружена в тьму. Через полчаса после захода солнца останавливалась всякая работа и движение, ибо не было материалов для освещения. Большевики доставили из Баку керосин и выбили страну из тьмы. Конечно, это не особенно большое дело, но ведь мы-то не смогли сделать и этого небольшого дела. Большевики были нужны и сегодня также нужны для Армении, но все же большевистская система всей своей сущностью неприемлема для нас. Что же делать? Быть может воевать извне? Это имело бы определенную ценность, как подсобное дело для усиления войны явной или тайной, ведущейся внутри. А без этого условия кому и для чего нужна шумиха извне? Сегодня европейские города полны русскими эмигрантами всех мастей, изгнанными подобно нам людьми, начиная от монахистов и кончая эсерами. Они издают многочисленные газеты, пишут книги, организовывают митинги, призывают, протестуют, угрожают и ругают. Ругают, ругают большевиков. Я не знаю другого дела, которое было бы столь пустым и жалким, как дело этих господ. Разве этим словесным громом и молниями должны заграничные эмигранты сокрушить силу Советов, взорвать наркомов и обезглавить ЧК? Это не борьба, а безобразная демонстрация бессилия. Боюющий с большевизмом должен ударить изнутри, чтобы удар не скользил впустую. Сидеть за границей и из безопасного далекого места показывать кулак – это жесть, который, во всяком случае, не достоин партии Дашнак-Тючун. Есть среди нас и такие, которые думают, что, оставаясь в политически противном лагере, Дашнак-Тючун извне должна содействовать экономическому возрождению Армении. Как? Дашнак должна организовать разные торговые и промышленные товарищества для импорта в Армению товаров, для экспорта на заграничные рынки тамошнего сырья, для орошения земель, организации в стране мастерских и фабрик и так далее. Оставляя в стороне вопрос о том, несколько мы как партия компетентны в подобного рода торгово-промышленных и покровительственных и благотворительных делах, а также насколько желательно наше посредничество с точки зрения успеха дела. Я спрашиваю, может ли политическая партия поставить в программу своей деятельности такую работу? Мне думается, что не может, что это не её дело, это не программа и деятельность для политической партии, а полное самоотрицание. Если партия Дашнак Цукчун встанет на такой путь, пойдёт в этом направлении, она должна будет объявить, что потеряла свой райсон де Этре, если партия Дашнак Цукчун встанет на такой путь, пойдёт в этом направлении, она должна будет объявить, что потеряла свой райсон де Этре, что означает смысл существования. Торговлю нужно предоставить торговцам, промышленность – промышленникам, благотворительность – благотворительным учреждениям. Дашнак Цукчун должен заниматься другим, если только это другое имеется. Если только имеется. Внутри страны мы, как партия, не можем сотрудничать с большевиками в государственной работе, не можем составить также законную оппозицию, как бы мы этого не хотели. Подпольной заговорщической деятельностью мы не должны заниматься, мы не должны взрывать советскую власть, если бы даже была к этому возможность. Воевать, словом извне, и вести в колониях антибольшевистскую пропаганду, когда нет настроения или желания воевать внутри, и когда внешние слова не будут услышаны в стране – это бесцельное и недостойное занятие. Содействовать извне экономическому возрождению Армении, организовывать торговые и промышленные товарищества – не дело политической партии. Что же делать? Тут-то я должен произнести то прискорбное слово, которое, как я знаю, вас очень опечалит, но которое, наконец, надо сказать и сказать ясно. Без флера – прекрас. Дашнак Цукчун больше нечего делать. Наша партия сделала уже всё, что должна была сделать, и исчерпала себя. Новые условия жизни предъявляют новые требования. Отвечать этим новым требованиям мы не способны. Значит, мы должны уступить арену более способным, чем мы. Если нужно ещё раз упомянуть, в чём заключаются эти новые условия, вот они. Нет больше турецкой Армении. Европейские великие державы похоронили наш вопрос. Половина армянского народа истекает кровью и розовина. Нуждаются в длительном покое. Республика Армения, как автономная область, присоединена к Советской России. Отделить наше государство от России мы не можем. Если бы даже этого пожелали и не должны желать, если даже смогли бы. Партия побеждена и потеряла авторитет. Изгнана из страны, не сможет вернуться обратно. А в колониях ей нечего делать. Таково сегодняшнее положение. Партия не может сказать «Раз существую, значит должна создать для себя дело, какое бы оно ни было». Логически неправильно построение этого рассуждения, основанного на «Раз существую, значит должен». Предложение нужно составить в обратной форме. «Не должна существовать, раз мне нечего делать. И там, где нет партийной работы, там не может быть партии». Я сказал, что Дашнак Тютюн нечего больше делать. Я неправильно выразился. Она имеет еще одно последнее деяние, одну обязанность по отношению к армянскому, политическому и своему собственному прошлому. Партия должна своим же собственным решением сознательно и окончательно положить конец своему существованию. Да, я предлагаю самоубийство. Бывает положение, единственным почетным выходом из которого является самоубийство. Наша партия находится именно в таком положении. Это мы должны были сделать четырьмя-пятью годами раньше, когда в июне 1918 года мы подписали Батомское соглашение, согласно которого появилось на сцене и заняло свое скромное место наряду с другими государствами, армянское независимое государство. И когда в августе того же года мы открыли армянский парламент, где новорожденное государство получило свое оформление. Вот в это именно время мы должны были распустить себя и дать место новым политическим группировкам. Наша историческая миссия была уже закончена. И какой это был бы славный конец нашей четвертьвековой длинной и тяжелой работы, кровавых боев и грандиозных жертв. Но в те дни мы не понимали, что работа партии уже закончена, что история вступает в новый этап, и что для этого нового этапа нужны новые перегруппировки сил. Не поняли, не имели мужества понимать. Если было, простите, на 4-5 лет тому назад, во время революционной горячки, не понимать того, что мы должны были делать, то сегодня положение гораздо яснее, а требования жизни гораздо повелительнее. Не понимать сегодняшней действительности значит быть слепым на оба глаза. Если и сегодня мы не проявим решимости, то впереди у нас только развал и бесславная кончина. Партии живут только делом и в деле. И когда нет дела или таковое заменяется суррогатом, «Смерть неминуема». Партия Дашнак-Чутюн для спасения своей жизни, для оправдания своего будущего существования, имеет только одно средство. Это борьба против большевизма. Активная и жестокая борьба внутри страны, борьба всеми родами оружия и всеми возможными средствами. Без разбора. Другого дела нет. Для выполнения этого единственного дела партия прежде всего должна беспощадно очистить свои ряды, выкинуть всех ненадежных, всех зараженных и шатающихся, слабых и уставших, слабоверных и потерявших надежду, ленивых и равнодушных, то есть девять десятых нынешнего своего состава. Может быть и больше. Останется после этого профильтрованный кадр, сильный духом, непоколебимый, верующий слепо, способный на всякие жертвы, бесстрашный и не останавливающийся ни перед чем. И этот кадр должен работать сугубо конспиративно. Это, конечно, будет не политическая партия, а только заговорщическая организация, такой, какой была Дашнак Цутен в начальном периоде своего существования. Только этим путем и только этим путем, быть может, партия могла бы спасти свое существование, снова жить и держать свое знамя. Но какой ценой? Ценую в случае успеха. Риска подвергнуть опасности политический вопрос армян, подвергнуть армянский народ новым испытаниям. И этого не должны бояться избавители партии. И перед этой опасностью не должны останавливаться упрямцы. Как бы мы не были преданы идеологии партии, я не думаю, не хочу думать, что среди нас найдется хотя бы один, который сознательно пожелал спасти партию такой ценой. Партия не самоцель, и она должна считаться ренегатской, опасной и вредной, вредной, если она забывает эту основную истину. Армения и армянский народ, несырой материал для Дашнак Цутюн, был бы неквалифицированным преступлением, если бы мы позволили себе действовать так, как действовал бы сознательно или бессознательно зараженный партийным фанатизмом больной. Партия Дашнак Цутюн была только инструментом в руках мастера истории. Как только инструмент исполнил свою работу, обносился или обветшал, или продолжение дела требует нового инструмента, старый выбрасывается. Вон и должен быть выброшен. Инструмент прошлого может остаться, как предмет уважения и благодарности, любви и обожания, но его место в Национальном музее. Для введения армянского политического вопроса партия Дашнак Цутюн отныне негодна, значит, должна удалиться с арены. Я постоянно говорю об армянском политическом вопросе, постоянно возвращаюсь к этому вопросу по той простой причине, что не могу отделить Дашнак Цутюн от этого вопроса. Я мыслю всю сущность нашей партии в этом вопросе. Естественно, поэтому, что адресуясь к съезду Дашнак Цутюн, не могу иметь другой исходной точки для обоснования моих выводов и направления моих мыслей. Спрашиваю, умрет ли с нами и наше дело политическое освобождение армян. Думать так означает крайнее сомнение и не только сомнение, но и крайнее наивное понимание исторических явлений. Год тому назад на страницах Чаката Марта я писал, что смерть партии Дашнак Цутюн причинит большой вред армянскому политическому вопросу, но там же одновременно указывал, что действительные пределы Дашнак Цутюн гораздо шире, чем наша партийная организация, что наша партия является только одним из способов выражения борющегося армянства, но не больше, что может даже совершенно исчезнуть, забыться названием Дашнак Цутюн, но не умрет тот гордый дух, что то стремление к свободе, который родили Дашнак Цутюн и который является настоящим Дашнак Цутюн. Партия, вернее, сегодняшняя организация может развалиться, но идея и дело будут жить. Не только не умрут, но приобретут новую жизненную силу. И только поэтому для обеспечения вопроса, для обеспечения его развития я и предлагаю партийное самоубийство. Нужно понимать, что армяне-большевики – наши наследники, что они должны продолжать и уже продолжают наше дело. Они должны делать и делают это, независимо от того, сознают ли, не сознают ли, желают или не желают. Они так же, как и мы, временные инструменты в руках великого мастера истории. Мы свое сделали, завершили определенный круг. Продолжение же принадлежит им. Мы должны быть благодарны большевикам. Свергнув нас, они, если не сказать, спасли, то во всяком случае, поставили на более надежные рельсы унаследованное дело. Мы пришли, они пришли нас заменить именно в тот критический момент, когда мы сами изнемогали под тяжестью своего дела. Тело не умерло. Правда, что Армения сегодня не самостоятельное государство, а только автономная область Российской Федерации, но, как знать, быть может, сегодня для Армении это наилучшее положение. Действительность нам показала, что создание независимого государства немедленно же при существующих неблагоприятных политических условиях выше сил армянского народа. Действительность нам показала, что создание независимого государства немедленно же при существующих неблагоприятных политических условиях выше сил армянского народа. Нужно в среднее положение политически подготовленный класс для его воспитания и приобретения навыков к государственной жизни. Далее, после крупных пертурбаций, резни и разорения, нужен покой, чтобы ему организовать и собрать силы. С течением обстоятельств этот период Армения должна провести под большевистским знаменем. Пусть будет так. Итак, помогать большевикам Ташнакчутюн не может. Остается только не мешать. Это будет ее помощь. Но для того, чтобы не мешать, имеется одно только средство – удалиться с арены. Часто приходится слышать, что для обеспечения нашего вопроса нельзя иметь только одну ориентацию. Осторожность требует, чтобы наряду с одной и параллельно с ней, как запасную силу, иметь также и другую ориентацию. Армяне-большевики проводят русскую линию. Пусть проводят, но нужно предвидеть и другие возможности. Пример. Русские большевики сегодня составляют единый фронт с турками. Но завтра этот искусственный блок может распасться. И мы можем быть поставлены перед необходимостью найти общий язык с турками, а также стоящими в тылу их европейцами. Необходимо, значит, сохранить себя с завтрашними турками. И если Дашнакчутюн нечего больше делать, то для одного этого она должна сохранить свое существование и нынешнюю большевистскую позицию. Чтобы не быть многословным, не хочу возражать ни против такой возможности, ни против второй ориентации. Настаиваю только, и это существенно, что эта роль не для партии Дашнакчутюн. Для переговоров с турками Дашнакчутюн более неприемлемый посредник, чем для переговоров с пашевиками. Если когда-нибудь возникнет необходимость говориться с турками, на сцену должны выступить другие люди с другим пониманием, с другой психологией и особенно с другим прошлым. Ну, или без прошлого. И здесь Дашнакчутюн может только мешать, но не помогать. Говорят, большевистский режим и их господство не вечны. Большевизм может пасть в близком или более отдалённом будущем, более или менее неожиданно. Нужно иметь какую-то запасную силу, какую-то организацию, которая непосредственно заменит большевиков, возьмёт руль в свои руки и не доведёт страну до анархии. Дашнакчутюн должен сохраниться хотя бы для этого дня. И здесь не хочу спорить. Такое положение может создаться, но утверждаю и настаиваю, не Дашнакчутюн организует новую власть. Когда нынешние политические условия резко изменятся, допустимо, что советская власть, как неродная и несоответствующая армянской действительности, вынуждена будет уступить своё место другим силам, другим политическим и общественным группировкам. Она также должна будет считать и выполнена, и закончена свою роль, но не Дашнакчутюн заменить большевиков. Новые условия выдвинут новые требования. Политические и особенно революционные партии не могут бесконечно преобразовываться. Согласно требованиям каждого дня они рождаются в определённые периоды, выполняют определённые дела, определёнными средствами. Партия не может освободиться от своего прошлого, как бы она этого не пожелала. Прошлое всегда будет тяготеть над настоящим и осаждать его. Останутся воспоминания, привычка, связи, симпатии и антипатии, которые даже помимо воли и бессознательно проявятся и внесут своего рода анархизм в каждодневной работе. Новое вино нельзя влить в старые меха, ибо и меха разорвутся, и вино прольётся. В прошлом партия Дашнак Цютюн была нужна Армении и армянскому народу. В будущем она больше не понадобится. Другой Дашнак Цютюн должен заменить её. Быть может, армянский государственный Дашнак Цютюн. Партия Дашнак Цютюн больше нечего делать. Ни сегодня, ни в будущем. Она должна положить конец своему существованию. Должна сделать это во имя своего прошлого, во имя спасения своего имени и чести. Оглянемся кругом. Разве сегодня мы живём? Разве это партийная жизнь и работа? Разве не видно, что мы уже вступили в философ разложения? И что причины разложения не случайные и внешние, а внутренние, органические. Подрастающее поколение, молодёжь больше не с нами, как было 20-25 лет тому назад. Наши ряды не вступают в свежие, полные воодушевления и веры силы для замены уставших, потерявших веру и бодрость. Наоборот, бегут от нас, разлагают партию или, что ещё хуже, остаются только как фигуры, инертные, равнодушные, лишённые воодушевления и энергии, неспособные к работе. Остаются только те, в сердцах которых холод смерти, а на устах ироническая улыбка. Мы не желаем видеть действительности и создали для себя привычку давать шаблонное объяснение явлениям. Говорим, плохие и корыстолюбцы, наёмники и трусы оставляют нас, а хорошие, искренние, бескорыстные, преданные и сознательные, духом и умом здоровые остаются с нами, как всегда бывало. Разве это объяснение, разве такое определение не похоже на глупое выражение большевиков, что только наёмники, буржуазии, разбойники, грабители и всякой масть авантюристы составляют Дашнак Тютюн? Это не объяснение, а слова либо наивного ребёнка, либо необузданного демагога. Наша партия разлагается, потому что потеряла свой raison d'être, то есть смысл существования. Вот горькая истина. Мы должны иметь мужество признать эту истину и создать соответствующие выводы. Вывод гласит положить конец нашей партии. Вот горькая истина. Мы должны иметь мужество признать эту истину и создать соответствующие выводы. Вывод гласит положить конец нашей жизни. Знаю, что настоящая конференция неправомощна вынести подобное решение, но она правомощна дать движение вопросу и найти средства для его разрешения. С товарищеским приветом Аванес Качазнуни. Бухарест. Март 1923 года. Приложение. По поводу доклада я получил критическое письмо от моего партийного товарища и личного друга НН, которому ответил обстоятельно. Еще не лишним представить читателю с некоторыми сокращениями мое ответное письмо, так как оно является развитием тех же основных мыслей. Дорогой НН, получил твое письмо от 2 июня. Утешительно для меня, что ты, как пишешь, не последовал примеру других и не дал моему докладу толкования от хоменем, то есть логической ошибкой. Догадываюсь, каковы толкования. Как знать? Может быть, толкователи и правы, ведь это хомосом от хомены ныхен, что означает я человек и ничто не чуждо мне. Остальное ты знаешь. Не очень полагаюсь на свою латынь. А сам ты довольствовался тем, что сомневался в состоянии моих умственных способностей. Быть может, и ты прав. Как говорил бы в подобных случаях на среде Динходжа, после пережитого нами, кто из нас поручится, что сохранил непоколебимо свое умственное равновесие. Но нравственное банкротство или слабость мысли – это разве аргументы против моих тезисов? Пишешь, что мой некролог составлен с такой бережностью и с такой логической обоснованностью. Знаешь, от чего? Дело в том, что мой доклад не игрушка от безделья, взгляд и нечто. Что во всем этом объемистом писании нет ни одной мысли, которой бы я раз десять не обдумал, ни одного слова, которое бы десять раз не взвесил, прежде чем написать. Согласись, что говорил глубокомысленный полоний насчет Гамлета, если это сумасшествие, то во всяком случае тут есть какая-то система. Не имел ли я права ожидать, что мои логическим основаниям должны быть противопоставлены также логически или вообще какого-то не было вида обоснования, а не голые гадания насчет моего нравственного и умственного состояния. Но ты пишешь, что на конференции никто не попытался подвергнуть оценки моей взгляды. Почему? Я немного лучше мнения о своих товарищах, чем они обо мне, но думаю, что не особенно далеко буду от истины, если предположу, что члены конференции были всецелы во власти партийной узости и ограниченности. Не считай нескромностью, если скажу, что сам я свободен от подобных слабостей. Я не партиец в узком смысле слова и никогда таковым не был. И по этой причине я столько лет оставался обособленным среди партии. Я был простой армянин, армянин-патриот. Вот опозоренное слово, которое было подвержено стольким оскорблением, стольким насмешкам. Но истина в том, что в этом слове все мое существо. Я люблю армянскую родину и армянский народ. Эту бедную суровую страну и этот темный, грязный, скрытный, самовлюбленный и крестолюбивый народ. Люблю не за его достоинства, а со всеми его пороками и болячками. Люблю не за его достоинства, а со всеми его пороками и болячками. Помнишь наш разговор во время долгого пути? Ты сказал, что твоя связь с армянским народом чисто идейная, что сознание и долг запрягли тебя сначала в партийную, а потом в государственную работу. А я, наоборот, говорил, что моя связь органическая. Не знаю, насколько правильно ты проанализировал свою душу, но насчет себя я говорил правду. Армянин говорит во мне вот где объяснение моих мыслей. Другого объяснения не ищите, ошибетесь. Армянин во мне судит, взвешивает, сравнивает и делает выбор. Партия для меня имела значение постольку, поскольку она способна вести определенное дело. Не больше. Сама по себе партия никогда не была предметом моего преклонения. Я всегда был того мнения, что суббота для человека, а не человек для субботы. Конечно, мои слова слишком банальные, и никто не скажет обратного. Не скажет и не сделает ли. Бессознательно и невольно. Не так-то легко быть свободным от оков партии. Долголетняя партийная жизнь влияет на духовный уклад человека. Человек по-партийному воспринимает, по-партийному подходит и разрешает все вопросы. Даже больше. Партия из простого средства постепенно превращается в самоцель. Вопрос становится подчиненной для средства положения, и партийная работа становится для партийца своего рода ремеслом. Прости за грубое выражение. Другого не нахожу. Помимо... Помню мой разговор с покойным Рустомом. Много лет тому назад. Было начало персидской революции. Говорили об участии нашим в революции. Я настаивал на том, что в Персии Дашнахцутюн ничего делать, и что наше выступление там простая авантюра. Хорошо прервал меня Рустом. В России революция подавлена. В Турции пришли к соглашению с итиходистами, а в Персии, как говоришь, не должны вмешиваться в борьбу. А что же нам делать? Вопрос в шуточном тоне, со свойственной ему одному приятной улыбкой на лице. Но ты ведь понимаешь, что под этой шуткой скрывалась глубокая психологическая мысль, и что Рустом этот превосходный партиец в недрах своей души действительно хранил этот беспокойный вопрос. Лично для меня таковой никогда не существовал, не существует и сегодня. Рим для меня ценнее Кесаря. Вернее, Кесарь ценен постольку, поскольку он нужен Риму. Когда вижу, что при данных условиях Армения и армянский народ нуждаются в большевиках, я говорю, уступим место большевикам. Им принадлежит право, ибо только они спасут положение. Конференция не захотела даже обсудить это предложение. Почему? Потому, дорогой НН, что каждый из присутствующих отдельно, тайно и, возможно, несознательно в глубине души задался вопросом, а что мы будем делать? Это злополучное «мы», по-моему, сковало мысль конференции. И кто такие «мы»? То есть они, которые жили действительно партийной жизнью в прошлом и сейчас действительно не будут иметь. Что делать? В конечном счёте несколько десятков, во всяком случае не больше нескольких сот человек. Почему я пишу это письмо? Если мой диагноз правилен, то значит, никакой призыв, никакое замечание не могут сокрушить непобедимый инстинкт самосохранения. Я не могу убедить тебя, так как не убеждения тут сталкиваются, а нечто более сильное. И не для убеждения я пишу тебе, а хочу, чтобы ты правильно меня понял. Конечно, можно задать опять вопрос, кому и для чего нужно, чтобы ты хорошо понимал меня, или что за беда, если ты дашь докладу ошибочное толкование. В этом случае было бы уместно вспомнить побуждение. В этом случае было бы уместно вспомнить побуждение от хоменом, то есть логическая ошибка, ту интимно-товарищескую дружескую связь, которая меня связывает с тобой, предъявляю требования к объяснению. Моё настоящее писание столь же бесцельно, сколь и твоё письмо от 2 июня. Нет цели, есть только душевная потребность. А может быть ещё и другое, написав тебе, я как бы через твою голову обращаюсь к многолюдной аудитории, нуждающейся в освещении вопроса. Перечитываю твоё письмо. Понимаю, что в одном письме ты не мог исчерпать все те вопросы, которых я коснулся в своём обширном докладе. Понимаю также, что и то немногое, что ты написал, нельзя было обстоятельно аргументировать. Но ведь главное существенно уже сказано, ты уже выставил против моих тезисов самую сильную аргументацию. И вот я в недоумении развожу руками. Неужели этот человек, насколько зыбки, слабы и неубедительны его аргументы? Не видит он этого. Ты не согласен со мной, что партия Дашнак Цутюн была создана как партия для определённой политической цели, а не как партия, стремящаяся к далёкому социализму? Не став на мою точку зрения даже, спрашиваешь, какие я имею основания утверждать, что Дашнак Цутюн уже закончил свою миссию, ведь и сегодня нет независимой Армении. Твой вопрос показывает, что ты не слушал с должным вниманием моего доклада, или я не мог высказаться, вполне ясно. Твой вопрос ставил я сам и ответил на него. Правда, я свой доклад был вынужден составить кратко, схематично. Повторю, Дашнак Цутюн исчерпал себя не в том смысле, что уже достиг своих целей, осуществил идеалы, родившие его. Идеал, как математические пределы для изменчивых величин, всегда остаётся впереди. К нему можно приблизиться, но достигнуть никогда. А в том смысле, что Дашнак Цутюн прошёл уже определённый путь, вопрос своей жизни дотащил до определённого этапа, дальше которого партия бессильно предводительствовать. Разреши мне осветить это положение более картинно. С гор Сосуна и с плоскогорья Варага мы спустились в Варарадскую долину. Мы прошли такой путь, где могли перепрыгивать только горцы-фершики. Прошли мелкими гайдукскими хумбами. В тайном вечернем мраке, скрываясь в снегах и под камнями, мы тарствовали на этом жестоком пути. Подвергли мы тарству вместе с нами и армянский народ. Но всё же шли вперёд, сея вокруг себя живительные ферменты свободы. Истекающей кровью и обессиленные мы, наконец, спустились в широкую долину, где перед взорами открылись новые горизонты. Рарадская долина – это первый большой этап на нашем длинном пути. Но здесь мы столкнулись с силами нового порядка, и условия борьбы здесь были совершенно другие. Пеший варшик, гайдукские хумбы и десятизарядные наших ребят бессильны. Там, где работает железная дорога, двигается армия, и разговаривают скорострельные орудия. Другая обстановка, другой масштаб должны стать другими и методы борьбы. Не думай, что мы, как партия, можем приравниваться к новым условиям и легко переменить старые методы. Двух или двух с половиной годичный опыт управления государством показал, насколько мы были скованы в прошлое, и насколько бессильны даже в собственных рядах. Тридцатилетняя партийная жизнь наложила на нас свою неизгладимую печать, оставила традиции и навыки, способы мышления и действия, от которых мы не можем избавиться. Но самое главное то, что мы сегодня имеем дело в Советской России, это наибольшая и решительная сила против или рядом с нами. В прошлом мы имели наивность думать, что можем избавиться от русской гегемонии и найти опору на Западе. Сегодня предаваться таким надеждам мы больше не имеем права. Единственная наша опора сегодня – Советская Россия. Бороться против неё мы не можем и не должны, если бы даже смогли, так как она нужна нам. Нужна не так, не как социальный или государственный режим, коммунизм или классовая диктатура, а как политическая сила. Армения должна войти в Союз с Советской Россией. Другого выхода нет. Но ты знаешь, что наша партия не может вступить в Союз с большевистской властью. Хотя бы по одной той причине, что большевики не хотят нас признать, а мы не имеем возможности повлиять на них, чтобы заставить их признать нашу ценность, искать нашей дружбы. Только армяне-большевики могут войти в Союз с Россией, а партия Дашнахцутю не нужна больше Армении. Вот в этом-то смысле наша партия закончила свою миссию. Нечего ей больше делать. И она должна положить конец своему существованию. Тебе кажется смешной фраза, что армяне-большевики – наши наследники? Несомненно, что сами большевики еще больше бы смеялись, если бы слышали эту фразу. А меня не скажут, что смешит, что, но удивляет непонятливость вас обоих, ибо сказанная мною – простая истина. Отречемся от дьявола, кричит Ташнахцакан, услыша имя большевика. Отречемся от дьявола, – кричит большевик, услышав имя Дашнака. Напрасные крики, товарищи! Отречься не можете! Это вопрос не вашего желания или выбора. Дашнакцутюм ввел армянский вопрос и довел политическое освобождение армянского народа до определенного пункта. Отсюда до следующего пункта их должны заменить армяне-большевики. Таков ход истории. Пойми меня, обречена на смерть, вернее, уже умерла только партия Дашнакцутюм, но дело остается живым. Ты говоришь, что Армения не самостоятельна. Конечно, не самостоятельна, но сравним с точки зрения самостоятельности. Сегодняшнее положение вещей с довоенным положением и увидим, какой большой прыжок совершен. Вспомни, с каким воодушевлением мы приветствовали в начале войны программу учреждения Института европейских контролеров в велоетах Турецкой Армении и как жаждали ведения земского самоуправления для Закавказской Армении. Но ведь правительство Мясникова или Лукашина немного больше, чем европейский контроль в велоетах Турецкой Армении или земские учреждения в Закавказе. Другой вопрос, что это больше несоизмеримо с нашими потерями и жертвами. Об этом нам надо было думать в 1914 году, когда мы организовывали добровольческие отряды, еще раньше, когда основывали Дашнакцутюм, еще раньше, когда воодушевлялись повестями Рафи и свободными песнями Гамар-Катила. Армения не самостоятельна, да, но она сделала большой шаг вперед и для следующего шага должна укрепить уже занятые позиции. Это укрепление должно совершиться и совершается под знаменем большевизма. Вот почему армяне-большевики наши наследники. Я не знаю армян-большевиков, не имею личного знакомства, издали наблюдать за их работой не имею возможности, не знаю господствующей идеологии, но в тайниках сердца храню упорную веру, что и они тоже армяне, и в такой мере, что коммунизм сам по себе не препятствие, не помешает им чувствовать и мыслить по-армянски, ведь я сам убежденный коммунист, исповедую Евангелие Кропоткина, но эта Евангелие не только не запрещает мне быть армянином, а наоборот, дает новые и сильные основания для утверждения моей национальной индивидуальности. Знаю, что мой коммунизм не государственный коммунизм большевиков, и что большевики с удовольствием обезглавливают подобных непорочных коммунистов, но это не находится ни в какой связи со степенью их армянства. Разве менее русские люди и русские большевики, но не только не менее, но настоящие русские люди с русской национальной психологией и преданным русским национальным интересам. Но, допустим, что я ошибаюсь насчет идеологии армян-большевиков, предположим, что для них совершенно чужда политическая самостоятельность армянского народа на родной почве. Они, тем не менее, должны продолжать наше дело волей-неволей, укреплять занятую нами позицию, должны содействовать будущим достижениям. Это они должны делать и уже делают даже против своего желания. Предположим, что действительно имеют противоположное желание. Хорошо, скажу еще одно слово, чтобы ты окончательно убедился в моем сумасшествии. Вот это слово армяне-большевики суть Дашнак Цакана. Единственные Дашнак Цакана сегодня больше Дашнак Цакана, чем я и ты. Ибо там, где я и ты бессильны, они заменили нас и делают дело нашей жизни. Армения не самостоятельна. Но мы разве думали когда-либо, что можем создать действительно независимое государство? Разве не знали даже на кульминационной точке воодушевления и опьянения, что независимыми не можем быть, что неминуемо должны быть зависимыми от кого-либо? Конечно, знали. И вследствие этого сознания с первого же дня создания власти искали мандатора. Вопрос только в том, в какой степени и от кого зависеть. Вопрос разрешился в пользу России. И государственная независимость Армении ограничилась строгим, активным наблюдением Москвы. Быть может, мы бы предпочли Америку. Но у истории своя логика, которую мы не в состоянии изменить. Советская республика тот максимум самостоятельности, которому способна Армения в сегодняшних условиях. И это немалое дело. Во всяком случае, сегодня настоящее и будущее Армении обеспечено гораздо больше, чем в ноябре 1921 года, когда мы сидели в Ириване и сами управляли государством. Вспомним этот день. Вспомни этот день. Вспомни, что в тот страшный час, когда мы исчерпали последние наши силы, большевики выступили на арену, разнесли нас, но встали на защиту страны. Это действительность. Неоспоримо также, что сегодня нет другой силы, которая в Армении могла бы заменить большевиков. Большевики нужны Армении. Насколько я понял, и ты не отрицаешь эту весьма простую истину, но у тебя есть требования, которые еще не удовлетворены. И здесь-то ты противопоставляешь большевикам партию Дашнахтутюн. Где обещанная Армения, спрашиваешь ты, имеется ли на знамени большевизма это требование? Не имеется. Но мы, которые все время повторяем это требование в наших партийных решениях, какие мы имеем на этот счет перспективы? Серьезно ли это политическое требование, или это бессодержательная формула для самоутешения? Какое действительное содержание может иметь это требование сегодня, в январе 1923 года для уничтоженной турецкой Армении и для победителя Турции? Какие это две Армении должны быть объединены? Попытаемся быть хоть немного серьезными, ведь это первая обязанность государственного мужа. Вторая Армения не существует более. Ужасно это слово, но разве можно изменить содержание тем, что не произносит слово. При подписании сергского мира мы могли еще питать некоторые надежды. Можем ли мы сегодня сказать тоже, кто отберет у турок армянские велоеды, где больше нет ни одного армянина, кто должен изгнать оттуда турецкие армии и курдские аширеты, кто должен собрать жалкие остатки турецких армян, разбросанных по всему свету, вернуть домой, восстановить разоренную страну, дать возможность работы и жилья, кто должен защищать обширные границы и воспретить туркам хлынуть внутрь страны, кто снабдит Армению политической мощью, военной силой и вагонами золота для выполнения этой серьезной и слишком трудной задачи. Большевики не ставят вопроса об объединенной. Да, партия Дашнак Чучун может ли заполнить этот большевистский пробел, опираясь на кого или на что она должна выполнить эту гигантскую работу? Конечно, на внешнюю силу, ибо внутри сидит турок. Повторяю, в 1919-1920 годы мы еще могли предаваться обманчивым надеждам, но сегодня, когда даже одно жалкое HOME, то есть очаг, не нашло защиты. Имеем ли право оставаться слепыми и глухими перед действительностью? Ты говоришь, условия могут измениться, и вопрос о расчленении Турции снова может быть поставлен на дипломатический стол. Для ближайшего будущего такой возможности я не предвижу, и ты тоже. Для более далекого будущего, конечно, и это не невозможно. Но почему не предполагать одновременно, что при изменившихся политических условиях большевики также не изменят свое направление и не потребуют не только объединенное, но даже от моря до моря Армению? Есть ли разложение Аттаманской империи, исторический процесс, ведь тот же исторический процесс и движение русских к теплым морям? Не этими предположениями должна руководствоваться политическая партия о действительном положении. А действительность такова, что объединенная Армения только бессодержательное слово и больше ничего. Сегодня можно говорить не о слиянии двух Армений, но только о некотором расширении границ республики, хотя бы долине 1914 1814 года. И этот вопрос быть может удастся разрешить советской власти, опирающейся на Россию, но ни в коем случае не партия Дашнак Сутюн, опирающейся не знаю на кого, быть может на армянофилов, пасторов или на докторов философии. Слыхал и знаю следующие возражения. Турки боятся России и коль скоро Армения выходит в русскую орбиту, никогда не уступят занятой позиции, например, не уступят Карс, ибо он нужен им для собственной безопасности. А если Армения отольвется от России, то есть нынешняя советская власть уступит свое место другой власти, скажем, нам Дашнак Цакана, Турция будет чувствовать себя более обеспеченной и будет более уступчивой пограничных спорах и вернет нам не только Карс и Сурмали, а, быть может, прибавит к ним даже Басен и Алашкерт. Достойна ли политической партии такая маниловщина? Что турки боятся России и предвидят в будущем тоже, может быть, недалеком столкновение, всячески стараясь обезопасить свои границы, например, оставить в своих руках Карс, в своих руках Карс? Я в этом не сомневаюсь, еще больше не сомневаюсь, что оторванная от России Армения никакого страха не внушит Турции. Но задаю вопрос, почему турки должны делать территориальные уступки этой безопасных для них Армении? Когда и какое государство показало такое великодушие по отношению к своему слабому соседу? И какое мы имеем право ожидать от турок этого? Почему? Из каких побуждений или под чьей угрозой турки должны вернуть нам Карс? Не более ли вероятно, что когда Турция против себя больше не будет иметь русской армии, она захочет соединиться со своим единомышленником и единоверцем Азербайджаном через Армению, другими словами, стремиться к новым завоеваниям, а не к уступкам? Вопрос расширения наших границ можно разрешить только опираясь на Россию, ибо только Россия может составить турок отступить, и это единственный практический способ для завоевания земель. Остальное наивность или самообман. То есть, если и здесь остается какая-нибудь надежда, опять на большевиков, и партия Дашнак Цутюн нечего делать. Говорю на большевиков, потому что речь идет о сегодня, а не о неизвестном и неопределенном будущем. А ты, в частности, подчеркиваешь именно это неизвестное и неопределенное будущее, и здесь концентрируешь всю тяжесть своей аргументации. Нынешнее положение может измениться, говоришь ты. Россия может в один прекрасный день оставить Армению и уйти упорядочивать свои собственные дела, как это было в 1918 году. Могут снова оставить нас лицом к лицу с турками и снова заставить нас найти с ними общий язык. И вот для этого дня, говоришь ты, и нужна партия Дашнак Цутюн. Когда придет этот день и придет ли вообще когда-нибудь, этого не знаем ни я, ни ты. знаем только, что этот день не сегодня. Спрашиваю тебя, может ли политическая партия сохранить свое существование для неизвестного будущего, когда сегодня ей нечего делать, ведь сегодняшнее бездействие уже убьет ее, без дела какое может быть существование. Потом, кто сказал тебе, что в предвиденном тобою случае партия Дашнак Цутюн спасет Армению. Вообрази, что сегодня настал этот день. Русских нет, турки являются хозяевами положения, необходимо прийти к соглашению с ними, покончить миром. Уверен ли ты, что мы, как партия, компетентные актеры для этой роли? По каким соображениям в глазах турок мы должны быть желательными и приемлемыми посредниками, потому что были против большевиков, но ведь мы были против тогда, когда сами турки были дружны с большевиками, вели с ними общую политику. Мы восстали против турок тогда, когда они подписывали с большевиками мирный договор Брест-Литовский. И для срыва этого договора мы даже воевали. Ведь мы были против большевиков не потому, что любили турок, а потому, что находились в лагере врагов и большевиков и турок в лагере Антанта. Ведь мы требовали от Турции Армению, от моря до моря, и Кирикию, и Ханверт, и Сваз, и Трапезунд. Ведь мы подписали северский мир, мир, который должен был обезглавить Турцию. Ведь мы посылали призывы Европе и Америке ввести свои армии в Турцию и учредить нашу власть в тех провинциях, которые турки считают бесспорно им принадлежащими. И наконец, ведь мы в течение всего нашего существования непрерывно воевали с турками. Какое доверие мы внушаем туркам и почему они должны предпочесть нас для переговоров другим посредникам? Быть может, учитывая нашу силу? Но турки уже видели эту силу во всем ее блеске тогда, когда были у власти в стране. И я думаю, не имеют особых причин уважать и бояться ее. Если бы у нас не было других забот, кроме соглашения с турками, то одного этого было бы достаточно, чтобы сказать, Дашнак Цутюн должна удалиться с арены. Когда Турция почувствовала потребность порвать с Германии и найти способ соглашения с Антантой, она сама распустила Иттихак. Естественно, задаешь вопрос, большевиков нет, Дашнак Цутюн нет. Кто же должен говорить с турками? Это другой вопрос, к которому я вернусь. Пока важно установить точно, что во всяком случае не Дашнак Цутюн говорить с турками. Сожительство с другими соседями, грузинами и азербайджанцами. Ты говоришь, что для вопроса о сожительстве необходимо существование Дашнак Цутюн. Но, дорогой, ты забываешь, что это сожительство между закавказскими государствами налицо и не только мирное сожительство, но даже весьма тесный союз. Ты скажешь, что все это из страха перед Москвой. Пусть будет так. Факт, что армяне, татары и грузины, большевики осуществили то, чего мы, Дашнак Цаканы, мусалатисты и меньшевики осуществить не могли. Согласить, что положение в Закавказье с точки зрения сожительства соседей сегодня гораздо лучше, чем в наше время. Люди больше не убивают друг друга, не уничтожают города и села, не стоят день и ночь, не стоят день и ночь под ружьем. Люди свободно сообщаются, переходят границу, торгуют и, быть может, садятся в место для кейфа. Почему мы не смогли создать такого положения? Не хотели? Быть может. Не понимали необходимости? И понимали, и хотели, и много трудились, трудились искренне, но успеха не добились. Почему не добились? И какая гарантия, что в будущем окажемся счастливее, чем были в прошлом? Есть споры, которых мы, закавказцы, без внешнего посредничества не смогли и сегодня не можем разрешить. Вспомни наши заграничные переговоры. Грузия хочет обеспечить свое привилегированное положение в Закавказье, стремиться восстановить свои исторические границы, не хочет отказаться не только от Ахалаке и Эрдогана, но даже от Лори и Бамбака. Азербайджан, естественно, стремясь к сближению к связи с Турцией по экономическим и стратегическим соображениям не может отказаться от армянского Карабаха, а по национальным от Шару Нахичевани. Армения самая скромная, потому что самая слабая, все же должна обеспечить одно свое государственное существование. Она не может вместиться в трех с половиной уездах Иривань, Нур-Байазет, Ичмятин и половина Ширака. Если она откажется от Ахалкалаки в пользу Грузии и Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана, то во всяком случае должна удержать за собой Шарур и Нахичевань. Если в пользу победоносной Турции откажется от Карса, то во всяком случае не может отказаться от Сурмали и Кагизмана. Далее, Армения не имеет выхода к внешнему миру. С Европой она должна сообщаться через Грузию. Значит, Грузия должна дать, если не территориальный выход, то хотя бы серьезно гарантированный транзит. Но ни Турция, ни Грузия, ни Азербайджан не соглашаются удовлетворить армян даже в этих минимальных размерах. Какая гарантия, что, собравшись завтра за зеленым столом, мы, Дашнакцаканы, вместе с ангорскими дипломатами, грузинскими меньшевиками и азербайджанцами саватистами будем более благоразумными, чем были в 1918, 19, 20 годах и по сей день. Здесь, за границей, где возможны только пустые, чисто теоретические разговоры. Обидно и стыдно, но факт, что мы не созрели для разрешения своих собственных споров, что пока нужна какая-то внешняя сила, внешний авторитет для обеспечения в Закавказье национального мира. Сегодня этой внешней силой является советская Москва. Выиграем ли мы армяне от того, если Москву заменит Ангора? Я понимаю грузинских меньшевиков. Если больше, еще больше понимаю азербайджанских мусалатистов, когда они требуют увода из Закавказья Красной Армии, они понимают, что тогда слово будет принадлежать Турции. Знают, но не боятся, не имеют причин, боятся. Для националистического Азербайджана турецкая гегемония желанная вещь, самая обаятельная перспектива. Грузия, быть может, отказывается от закатал в пользу Азербайджана и от отжарив в пользу Турции, но округляя при этом свои границы за счет Армении, сможет сорганизовать смутное государство, упираясь границами в горы и в море, концентрируясь как национальное целое. Грузия может жить и развиваться, не угрожая Турции, следовательно, и без серьезных угроз для себя. Армения, можно ли сказать то же самое про Армению, которая вяжется между Азербайджаном и Турцией, мешает как одной, так и другой, и которую с такой легкостью можно стелить с лица земли. Знаешь ли, что в тот день, когда Красная Армия удалится из-за Кавказья и мы останемся одни, одни, ибо другое заменяющие Россию силы я не вижу на нашем горизонте, одни против Турецко-Азербайджана на грузинского блока, существование Армении окажется под вопросительным знаком. Вот почему Армении надо крепко цепляться за большевиков. Конечно, до сих пор, пока большевики властвуют Россией. Вот почему Армении надо крепко цепляться за большевиков. Конечно, до тех пор, пока большевики властвуют в России. Но ты говоришь, что нынешнее положение может смениться вопреки нашему желанию. Большевистская власть может спасть в России, или большевики по той или иной причине могут оставиться в Кавказе. Может случиться и это. И не нам, конечно, увековечит существование большевиков, как бы этого ни желали. Но, повторяю, и в этом случае Дашнах Цутюн не может представлять Армению и спасти положение. Нужны будут другие люди с другим именем, с другой психологией, другим прошлым или без прошлого. Удлиняю письмо, но так много хочется сказать. Пишешь, не так ли думали мы в Тифлисе, Эреване, Зангизуре и даже в Тавризе? Да, не так думали. Но разве это причина того, чтобы сегодня так же не так думать в Париже и Бухаресте? Оглянись-ка назад и смотри, какой длинный путь мы совершили. Из Тифлиса попали в Эревань, из Эревани в Зангизур, из Зангизура в Тавриз, а из Тавриза не знаю, куда попали. Этот длинный путь должен бы научить нас чему-нибудь или нет? Разве легкомысли или шатание мысли учиться у прошлого, узнать действительность и действовать уже сознательно? И разве достоинство или заслуга повторять? Раз так думали в Эреване или Зангизуре, то не имеем права думать иначе сегодня. Что за неприкосновенная священная штучка нашей думы, которых нельзя переоценивать или которые не могут уступить место иным думам? Но где же то новое в моих думах, которое до такой степени вас огорчило? Действительно ли новое оно и противоположно старому? Может быть, это самообман, слабость ума или несознательное лицемерие, но поистине, что насчет себя и для себя этого нового, этого другого я не вижу. Я твердо убежден, что и сегодня я думаю, речь идет об основных мыслях, точно так же, как дума в 1920 году, в 1918-14 годах и всю мою жизнь. Те же думы, которые в течение долгих лет руководили мною, руководят и теперь у меня нет новых верований и я не сотворил новых идолов, я остаюсь верным моим старым богам. То, что кажется тебе новым, для меня старое, продолжение и развитие старого. Не в свое оправдание, я пишу это, не грешно и не стыдно, если кто-либо добросовестно и искренне, переоценивая свою веру, увидит, что она была безверием, а его боги безжизненными идолами. Если со мной случилось бы подобное приключение, я вовсе не побоялся бы имени перекрещенного и открыто пошел бы в новый свой храм. Но не храм я сегодня меняю, а священника и панамаря, простых служителей храма и больше ничего. Что я говорю? Я говорю. Дашна Сутюн отныне бессильно и негодно для дела своей жизни, дела армянского политического освобождения. Она должна удалиться с арены и уступить место армянам-большевикам, которые одни при данных условиях могут продолжать то же дело и уже делают это. Думая так и внося такое предложение, изменяю ли я себя для себя своему прошлому? Нет, не изменяю. Изменяете вы, ибо любили инструмент больше, чем дело. и упаси меня Бог думать, что вы делаете это сознательно. Неправо, ни причины никакой у меня нет иметь хотя бы отдаленное подозрение насчет ваших добрых намерений, но факт остается фактом. Попытайся одну минуту забыть, что эти слова принадлежат выжившему из ума старику, ведь такими предположениями вопросы не не разрешаются, а лишь запутываются. И подумай еще раз, быть может увидишь, что мои слова не ахти, как далеки от истины. Знаете ли вы, молодые товарищи, мне часто кажется, что среди вас только я остался молодым, а вы все преждевременно завяли, старческий склероз окаменил вашу мысль. Спрашиваешь, разве независимая Армения иллюзия и сумасшествие? Нет, не иллюзия это, не сумасшествие, а весьма здоровая, прогрессивная, живая и живительная идея. Это созревшие требования, которые достижимы и уже в очень большой мере воплощены в жизнь. Не будем играть словами, независимость это не абсолют, ценный только в определенных формах и всеобъемлющих размерах, а вне этого нуль. Требовать абсолютно это поистине сумасшествие. Армения не Англия и даже не Швейцария и не может быть таковой будущим доступным нашему предвидению. Ее независимость непременно должна быть обусловлена известными ограничениями. Наше дело идти по этому пути так далеко, как позволяет нам внешние условия и размеры нашей силы. Использовать все возможности, вывести на арену все силы и во всяком случае не стать препятствием, если выступает другой и делает то, чего мы не смогли и не можем делать сами. Большевики решили нашу родину независимости и снова связали нас с Россией. Так ли это? Связывая нас с Россией, большевики обеспечили ту степень и форму самостоятельности, которая только возможна при сегодняшних условиях и этим спасли будущее. Ты пишешь, большевики работают не на собирание народа, а на его распыление. Говоря правду, я не знаю, какую они работу ведут на распыление народа, помимо того, что нас несколько сот дашнакцаканов выгнали вон из Родины. Согласись, однако, что это еще не распыление народа. Правда, что большевики не собирают народ. Ну, а если бы мы остались на их месте, собрали бы? Теснота в армянской территории и экономическое ее положение не позволяет реиммиграции. Вот основное препятствие в деле собирания народа. Большевики не смогли, скажем, не пожелали, не расширить границы, не чувствительно улучшить экономическое положение страны. Это верно. Ну, а мы смогли бы, несмотря на все наши добрые пожелания, большевики, если не расширили границ, то, по крайней мере, защитили то, что было. Что же касается экономического положения, то мои, правда, скутные сведения показывают, что сегодняшнее положение, во всяком случае, несколько лучше, чем было в наше время. Экономическая система большевиков, отсутствие права частной собственности, бесспорно, разорительно для сегодняшней Армении. И это вместе с партийной диктатурой оборотная сторона медали. Но ведь вместо этого большевики умиротворили страну, освободили рабочие руки для творческой работы. Большевистская система не может восстановить нашу разоренную страну, обеспечить ее экономическое развитие. Но это не препятствие к тому, чтобы признать необходимость и полезность советской власти, покуда существуют другие опасности, и безрезультатные опыты по проведению социалистических порядков. Это не препятствие к тому, чтобы признать необходимость и полезность советской власти, покуда существуют другие опасности, другие угрозы, которые более важны, чем преждевременные и безрезультатные опыты по проведению социалистических порядков. Уже два раза прерываю письмо и оба раза возобновляю. Замечаю, что повторяюсь, но что делать, если ты сам забываешься и снова возвращаешься к вопросу уже разобранному. Продолжаю. Нужно приветствовать то явление, пишешь ты, что, наконец, и в нашей жизни появились серьезные политические группировки, создаются различные течения. Если помнишь, то же требование я выставлял, когда партия Дашнак Цутен была самодержавным хозяином положения. Я стремился убедить партийцев, опьяненных победой, до какой степени опасно это и для страны, и для самой партии. Да, группировки нужны, но с двумя условиями. Первое, группировки должны вытекать из требований жизни, соответствовать действительному положению, дополнять ту или иную созревшую и серьезную нужду. Большевистская группировка, или вернее, равнение фронта по большевизму, это жизненная необходимость. Того же нельзя сказать о нас. Дашнак Цутен, как партия, хорошо, пойми меня, пережиток прошлого, лишний орган, в котором организм больше не нуждается. Та потребность, на которой ты указываешь, не действительная потребность, а голое предположение. А политическая партия не должна оправдовать существование настоящим для действия предполагаемого. Раз будет дело, появится и работник. Второе. Группировка должна иметь место внутри страны, а не вне ее. Внешние силы в лучшем случае могут лишь содействовать, но отнюдь не руководить деятельностью в стране. Сам-то противник колониальных партий, однако, не хочешь замечать, что другого будущего Дашнак Цутен не имеет, что она уже колониальна. Здесь я встречаю очень серьезные препятствия. Ты справедливо спрашиваешь, какие у меня имеются объективные данные настаивать, что Дашнак Цутен уже умерла в стране. Я оторван от страны, не имею вести о том, что делается там. Ты говоришь, что имеешь сведения, имеешь также свидетельство американца М. Твоя позиция гораздо сильнее, чем моя, и она дает тебе право сказать, что я хочу болезненные переживания эмигрантов навязать народу. Быть может, мои мысли действительно абстрактные силологизмы, а жизнь диктует совсем другое. Ищу и хочу найти мою ошибку, но не нахожу. Знаешь, что я не доверяю твоим сведениям, их серьезности и объективности, а свидетельство М. вовсе не хочу принимать во внимание, как все безответственные слова всех знатных иностранцев, как и всех случайные впечатления. Почему не доверяю? Потому что эти сведения противоречат тому, что я знаю и видел, противоречат положению вещей и логике. Я видел нашу партию в Армении, когда мы еще были там, видел на нашем длинном пути в Персии и Египте, в Константинополе, вижу здесь на Балканах, бывал на разных собраниях, имел разговоры с отдельными товарищами, слежу за прессой и мои выводы всегда одни и те же. Партии больше нет, если только остатки бывшей партии, которые в силу инерции продолжают носить разные названия и переписываться между собой, но жизни нет, ибо нет дела, нет веры и воодушевления. И я не удивляюсь, что это так, ибо вижу и понимаю причины. Чтобы верить в обратное, надо иметь факты, положительные и ощутимые. Твои сведения неубедительны для меня, ибо я знаю, до чего некомпетентные источники. Факты действительные, неотрицаемые факты, говорят совсем другое. Наблюдай, анализируй, какие взаимоотношения созданы между дашнакскими ответственными товарищами, органами, группами, и потом скажи мне, разве может партия жить в этой атмосфере взаимного недоверия, взаимных споров, недоразумений, обвинений. Не говори, что это только колониальное явление. Нет, в стране было то же самое с того дня, как мы стали у власти. Партийная атмосфера отравилась. Помни, что два года мы трудились и не могли созвать по известным тебе причинам общее собрание, в котором так нуждалась партия. Это бессилие и его причины разве не доказывают, что партии больше нет? Но самое крестничивое доказательство, знаешь, что это резолюция, принятая на конференции. Только потерявшая всякую почву под ногами, партия могла принять такую бессодержательную, противоречивую, ничего не говорящую, ни к чему не обязывающую и вместе с тем всеоблем емлющую резолюцию, способную к делу и проектирующие дело партии не вынесет такой резолюции. Эта резолюция показывает, что партия не знает, что ей делать, что ей больше нечего делать и напрасно пытается под словесными формулами скрыть свою смерть. В сегодняшней действительности только одно могло бы спасти Ташнак-Тютюн. Это борьба против большевизма, борьба безудержная, постеместная, ведущаяся всякими средствами, всеми родами оружия, но так как Ташнак-Тютюн не может, да не должна этого делать, ей остается только одно умереть и сказать, имея в виду, что и далее принимая во внимание, но так как и потому, что поэтому на это или и это и то с такой резолюцией партии не живут. это тоже некролог, но лишенной прямоты и смелости. Ты пишешь, что конференция неправомощна распустить организацию. Конечно, неправомощна, но ведь я имел в виду это серьезное обстоятельство и в своем докладе предложил то, что не выходило из предела полномочий конференции. Не хочу повторяться. Прочти последние строки доклада, если интересуешься. Ты пишешь, не отрицаю, может наступить такое время, когда весь мир умиротворится и на время заглохнет и наш вопрос. В таком случае, может быть, придется следовать твоему примеру. А сегодня пока рано. Знаешь ли, что этими несколькими строками ты уже сложил оружие и капитулировал? Весь мир еще не умиротворен и никогда не умиротворится, но на время наш вопрос уже заглох и наши дни уже сочтены. Вот горькая истина. Ты пишешь, я бы хотел, чтобы твой доклад был предан забвению, коль скоро не удалось уничтожить его до оглашения и считаю лишним и вредным делать этот вопрос предметом дискуссии. Почему? Кому нужны эти предосторожности? Для кого предназначена эта диета? С какого это дня Дашнактютюн стала бояться мыслей. Почему вы закрываете рот одному товарищу и уж другим? Если сказанное мной результат личных мотивов или бред больного или абстрактные силлогизмы лишённых лишённых всяких оснований разрешите чтобы товарищи знали это а если товарищи до того наивны и близоруки что не заметят мою ошибку ты ведь там и можешь открыть им глаза показать истину это было бы не только не лишним и вредным но наоборот очень нужным и полезным делом можешь ли ты сказать что только я подвержен болезненным переживанием иммиграции и что кроме меня больных партий нет и если я неизлечим можешь ли имеешь ли право сказать что также неизлечимы и другие больные и полубольные какие хорошие мотивы и средства для излечения заражённых и предохранительной прививки здоровым для предупреждения эпидемии ты и твои единомышленники не только не должны были наложить запрет на мой доклад а сами должны были толкнуть на это каждого дошнака заставить силой его читать и сказать посмотрите до чего докатился один из ваших старых товарищей это потрясло бы партию вызвало бы протест и возмущение пробудило бы спящих призвало бы к работе ленивых и беспечных внушило бы активность заставило бы сомкнуться ряды укрепиться одним словом стало бы сильным противоядием против разложения привело в движении всех жизненной силы если таковые еще имеются в партии вы этого не сделали почему потому что вы трусы дорогой трусы вы старайтесь взять под строгую цензуру искание мысли заткнуть рты скрыть сказанное слово ибо не надеетесь на свои силы страхом и подозрением полны ваши сердца если бы ты был уверен что партия еще жизненно никогда бы не счел вредно мой доклад никогда бы не проявил недовольство если бы он был прочитан на конференции и не должен был бы желать чтобы он был предан забвению как можно скорее слушай теперь то что я говорю я счел своим долгом написать тот доклад долгом души по отношению к армянскому народу из своей партии большой бы грех совершил не написав его счел долгом представить свой доклад верховному органу партии конференции ибо не удалось созвать общее собрание и ждать ее решения решение имело место закрой рот молчи разрешился ли этим вопрос для меня нет сейчас я должен выполнить другой свой долг это попреки приказу конференции поднять свой голос должен стараться выполнить этот долг как и насколько смогу не считаю упрямством если я сегодня восстаю против вас слишком тяжело для меня что вы дали различные такования моему направлению не стыдитесь когда я слушаю кругом разные отхамены толкования вроде того почему один поступил так другой иначе таких разговоров немало возмущаюсь всей душой страшусь и не знаю как жить в атмосфере где не осталось ни взаимной веры ни взаимного уважения во всяком случае дорогой НН я хочу питать ту старую веру что независимо и даже вопреки всем человеческим слабостям есть нечто святое что выше этих слабостей и что может руководить мыслью и деятельностью человека и что неправильно и неразумно искать в каждом шаге человека скрытые замаскированные или фальшивые мотивы задние мысли с поцелуями твой Аванес Качазнуни Бухарест 17 июня 1923 год